Итак, мы в саду грецкого ореха в очередном, где используется более привычная для нас схема посадки для наших регионов. Даже нельзя сказать, что она более привычная, но 9 на 9 это считается очень большое расстояние. Также особенностью является то, что несколько рядов посаженных орехов. Это сад 7-летний и вот эти ряды не обрезались никогда, они к ним не притрагивались. То есть еще раз о том, почему сейчас ученые приходят к преимуществам схемы с отсутствием обрезки. Как вы видите, орехов очень много. Это шандлер. Ну и фермеры очень доволены этим экспериментом. То есть подтверждают теорию, о которой говорили ученые. Что еще? Они говорят о том, что такую схему посадки они могут себе позволить, если у них земля в частной собственности. Если они понимают, что не будет проблем, что они длительное время смогут использовать этот сад. Недостатком данной системы они считают, системы с незагущенной посадкой, они считают то, что все-таки приходится дольше ждать выхода на полную урожайность. И при этом есть большая угроза того, что поменяется предпочтение потребителей по сортам ореха. И вот, в частности, данный фермер уже об этом говорил, что уже сейчас они понимают, что да, шандлер все спрашивают, всем интересно. Но уже появляются более интересные сорта. И они опасаются, что этот сад так и не войдет в полное плодоношение. Им придется садить уже более новые, более перспективные сорта. И тогда они, несомненно, отойдут от этой более, скажем так, комфортной для грецкого ореха, как культуры, схемы посадки, и перейдут к более интенсивной форме. Ну, вот, собственно, все из этого сада. Продолжение следует...